Продолжаем сбор на краны. Ханита поцелует тайчика. Я ничего не делал, она сама скатывалась и просто помог ей падать, я ее все это время держал. Она продолжила скат. Вот это невозмутимость. Продолжение следует. Продолжение следует. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем опять объединять наших двух девочек, Ханну и Умку. А до этого мы их рассадили, чтобы понять, какой у них стул теперь. Потому что они сидели вдвоем, лечились вдвоем. И было непонятно, кто из них ходит по-нормальному в туалет, а кто нет. И поэтому мы Умочку отсадили к Мартину на время, а Ханну оставили здесь. То есть методом исключения понять. Но у Мартина при этом, да. Мартин при этом уже стул наладился, все было хорошо, и поэтому Умку посадили туда. А Ханну оставили здесь. Но мы ее часто брали домой, ей скучно не было. Сейчас мы убедились, что все хорошо и у Ханы, и у Умки. Следовательно, возвращаем Умку, покажем вам их встречу. Ханну тоже плакала, звала ее. Несмотря на то, что они рядом, мне хочется более близко вообще не потрогать Умочку. Давайте посмотрим, как она будет ее встречать. Погода нас, конечно, не радует. Вот то снег был. Вроде сейчас уже все весна. Ханочка пытается открыть сама. Вроде весна настала. В прошлом году, насколько я помню, в это время уже было около плюс 20-25 градусов. Весна была очень жаркая в Питере, в отличие от лета. А сегодня опять проснулись, и опять просто снег, сугробы, и вот он валит целый день. Единственное, что радует это весной, это что наконец дневной день стал длиннее. Так, давай Умку. Мартин такой обиженный, сидит, ахану. Ханна, тебя не интересует, ты заметила, что Умка зашла? Она не заметила Умку. Смотри, Умна. Да ладно, скажи. Ты обиделась на Умку? Ханна, ты на нее обиделась, потому что она без тебя сидела? Ты моя гордая. Давай с тобой поймемся. Ум. Ты что такое Ханне сказала, что он даже встречать не хочет? Или вы так расстроились в такой погоде, и скажешь, что опять, блин, дождь какой-то. Ладно бы просто снег лежал, еще ерунда. Хотя приятные видосы поснимать, и вообще снежок. А тут то снег, то лед, то, блин, это все стоит, да. Нет. Умка поднула, это на самом деле редкий случай. Да. Она обладает только с Ханной и с Марцем. С людьми что-то она, ну как-то не очень. Оглядываюсь за спину. Ставьте лайк, если хотите увидеть эксперимент, что будет, если приклеить к затылке глаза. Дай Пашу, а ты рад? Ну, дай Пашу сюда радостно. Бегает, что-то веселится. Говорит, кошечки мои, девочки мои. Посмотрите, пытайтесь с ними общаться. Оформим мы сейчас девочек и Мартина, и только крысами, чтобы стул у них оформился. Все-таки с курочкой он более слабый. И сегодня, наконец, будет долгожданная курочка. Они ее очень любят. Да, мои хорошие. И сегодня еще Арслан даст глистогоночку девочкам и Мартину. Как раз с курочкой нормально они сидят. Чтобы избавить от рематод, нематод, цистот, используем кониквантел плюс. Собственно, его можно давать вместе с едой, поэтому попробуем его растиражировать под таким вот кусочком мяса. Это у нас утка, кусочки утки небольшие. И спрячем их там. Одна таблетка на 10 килограмм, значит, рысам надо дать полторы таблетки. Каждой рыське. Они у нас весят примерно по 15 килограмм. Ну, будем надеяться, что рыси не заметят подставы, как это в приключении Шурика. Собачка. И все это съедят. Упс. Ну, это половинку, да, нам нафиг уже не нужна. Вот, возвращаемся к вольерам с Умкой и Ханой. Глистов гоним. Хоть анализы не показали глистов, но все равно для профилактики каждые 3 месяца обязательно кошкам нужно гнать глистов. А мы как раз уже давно, в общем, не гнали. Месяц от 5 уже точно не гнали. Почему Антрия ее обнимает? Ты от Мартина научился? А может, у нас Ханна мальчик? Хан. Нет, яиц нету. Вылизывает. Что ты вечно недовольная? Так не снимай меня, говори. Бери камеру. Извини, а не поздоровался с тобой, да? Скажи, да? Зашел в клетку и меня будто не замечаешь. Что за фигня? Нет, что-то, говорят, с опилками не то. Оставь, говорит, так. Я прям так схожу. Прям в мешок. В туалет-мешок. Да. Ум, проверяешь? Надо, наверное, добавить еще сену. Да, надо уже. Что-то пояс. Кони-то. Что, папа быкует, да? Да. Ой, урчалка. А мы сейчас находимся у Мартина в вольере. Как видите, вот он сидит тут. Просили его показать. Нельзя сказать, что он чувствует себя прям идеально. То есть он не такой бодрый, как был раньше. Но, по крайней мере, в туалет уже ходит нормально. Надеюсь, пойдет он поправку. Аппетит тоже вроде и пока есть. Так что не беспокойтесь. Наблюдаем. Следим за ним внимательно. Ну, сейчас солнышко выйдет. Более-менее сейчас солнечко будет. И тоже ему как-то поможет. Потому что, блин, даже рысим не очень комфортно, когда с утра до вечера то дождь льет, то еще что-то. То снег, то дождь, то метель. И то сыро, то сухой мороз, собственно. Конечно, это особенно в те моменты, когда рыси не очень себя хорошее чувствует. Это никак не способствует поправке. Ну, сейчас он у меня, конечно, дичайше злится. Да? Но я же тебе компанию составляю. Не Тай же тебя запускать, да? Как-то. Жаль. Знакомство Мартина с Тай. Хотите? На самом деле, ничего интересного не будет. Потому что, по простой причине, Тай, скорее всего, будет просто гулять, а Мартин будет в истерике биться. Потому что Мартин всего нового очень сильно боится. Ему будет с Тайом крайне некомфортно. Мартин не порвет Тай, ничего с ним не сделает. Но мы больше за Мартин не беспокоимся, потому что он же не злой, а просто пугливый. Это совершенно другое. Нельзя. 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 И на Арслана тоже пробить нельзя. Вот так у нас проходят деньки с рыськами. Советую вам посмотреть вот это видео. Оно у вас высветилось, очень интересное. Подписывайтесь на мой личный канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Там чуть-чуть осталось до 10 тысяч человек. Давайте уже добьем. Еще раз спасибо за внимание. Спасибо, что вы вместе с нами переживали все эти ситуации с рыськами. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.